Традиционные церемонии возложения цветов к памятникам и воинским захоронениям прошли в Таганроге. Город готовится встретить День Великой Победы. Утром 7 мая руководители города, депутаты всех уровней, ветераны, молодежь, общественность собрались у стелы «Город воинской славы». Всех собравшихся с главным праздником нашей страны – Днем Победы, поздравил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев. Конечно, таганрожцы сражались и на фронтах, конечно, таганрожцы активное участие принимали в период подполья, ведь долгих 683 дня город был в оккупации. В прошлом году, к 80-летию со дня освобождения города, что называется всем миром, был установлен памятник героям-подпольщикам Турубаровым на месте того дома, где они жили и где рождались, наверное, те идеи. И был тот дух, который позволял даже в подполье таганрожцам приближать победу и верить, конечно, в то, что наши войска справятся с непростыми задачами. И сегодня мы знаем, что нашим ребятам крайне непросто. И сегодня, благодаря тому подвигу наших предков, наших ветеранов, мы по-прежнему верим и знаем, что победа и сегодня будет за нами. Так было и так будет всегда. Наш президент часто говорит о том, что русский народ, россиян не сломить. И это, конечно же, чистая правда. О великом подвиге советских людей, о необходимости чтить память героев говорили и депутат Законодательного собрания Ростовской области Татьяна Михеева и заместитель председателя городской думы Валерий Селиванов. Память всех павших героев, кто отдал свои жизни за великую победу над фашизмом, собравшиеся почти минутой молчания. В завершении праздничного митинга все его участники возложили цветы и гирлянду к стеле «Город воинской славы». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok